О, привет! Раз ты тут, то сегодня будет новый влог. Идёт какая-то там неделя карантина, я уже, честно говоря, сбилась со счёту, может быть, пятая, ну, второй месяц карантина, это точно. Я снимала первый влог в первую неделю, начало именно вот этого карантина, и тогда всё было немного по-другому. У нас первый раз ввели карантин на три недели, потом продлили ещё на три недели, и сейчас снова на три недели. Вот у нас должен был быть до 24 апреля, но будет ещё до 11 или 11 мая. Ну, а сейчас я буду краситься и собираться выходить. И куда же я выхожу? Так как у меня на прошлой неделе поломался мой телефон, он просто перестал включаться, мой айфон 10, то мы его сдали в ремонт, и сейчас я собираюсь выехать в город, чтобы его забрать, его починили уже. И для меня это такое событие прям, и пока буду краситься, буду с вами общаться и немного расскажу вообще, что у нас происходит и как это всё. Могу уточню, что живу я в Украине, в городе Харькове, и у нас тоже ввели, получается, карантин. Сначала меры были не очень строгие, а потом уже ужесточили, так сказать. Сначала начали закрывать большие предприятия, нельзя было собираться большими группами, потом стали закрывать всякие кафешки и еду только на вынос, потом даже кофейни стали не то что на вынос, некоторые вообще закрыли, некоторые работают на вынос, ну типа можно заказ сделать по телефону, потом прийти забрать, вот так вот. Но зато пивные у нас все работают, всё нормально, в обычном режиме, ну до пяти человек типа можно заходить, больше людей нельзя. Вот, потом базар у нас закрыли, вот буквально недавно, но зато большие супермаркеты все открыты, то есть туда неограниченное количество людей заходит, вот такая вот ситуация. Ну и у нас сейчас еще буквально недели две как закрыли все спортплощадки на улице, ну я лично занималась и мне это очень нравилось, потому что спортзалы закрыли и это была единственная возможность куда-то ходить позаниматься, но их тоже закрыли. В парках, ну типа парки закрыты, но там люди все-таки гуляют. Выходим обычно как? В магазин и прогуливаемся по парковой зоне небольшой у нас тут есть. И вот буквально на прошлой неделе выходные была Пасха, и обычно в эти дни в парках у нас в местном рядом парке очень много людей просто не пройти. То в этот раз мы специально туда спустились, чтобы посмотреть, какая ситуация, и вообще людей почти не было, то есть по пальцам можно было сосчитать. Многие просто тоже испугались, ну действительно запрета. Я бегала раньше по парку, сейчас бегаю вдоль дороги, а потом когда спустила, смотрю, там нормально бегают себе, думаю, чего я бегала вдоль дороги, я боялась, что там действительно не пускают. Мы едем в город и посмотрим, что вообще там творится. Я не была уже там где-то месяц. Когда сидишь дома, ситуация кажется по одному как-то там происходит, и в моей памяти город, он в моих глазах выглядит определенным образом, а сейчас увидим, как же он выглядит в период карантина. Сидеть на карантине пятую неделю и не выходить особо из дома, это уже, ну, напрягает, и уже не так положительно смотришь на ситуацию, потому что второй месяц сидеть дома не очень хорошо, уже хочется очень на работу, хочется в офис. Я езжу обычно вот в этот период на велосипеде в офис, какую-то активность соблюдаю. Тут получается день сурка, встаешь утром, там я завтракаю, и потом сажусь работать, ну, разве что по вечерам я занимаюсь спортом, бегаю, либо дома еще занимаюсь фитнесом, и получается, что хоть как-то какую-то активность держу. Когда-то вот показывала, как вообще вдохновляюсь для работы своей, для того, чтобы рисовать, что-то создавать, то скажу вам, за эти пять недель чисто теоретически можно было сделать очень много всего, можно было очень много всего нарисовать, вроде бы много свободного времени, но нет. Я нарисовала всего, получается, два портрета за это время, потому что моральных сил после работы еще опять сидеть рисовать нет. Как я говорила, что я стараюсь менять какую-то активность, чтобы там поработала, сходила в зал, пришла, порисовала, то есть какое-то вот такое движение. А так как это получается все дома, все в одном месте, то довольно сложно жить по такому графику, потому что ничего практически не меняется, и это психологически тяжело. Поэтому вот когда мы вышли погуляли, там часок или полтора мы походили, я пришла домой и сразу села, закончила портрет, то есть вот как она влияет. Вот хотела в нынешней ситуации вам обратить внимание на то, что в свое время, когда я выбирала вообще чем заниматься, как применить свою профессию вообще в работе, какую работу выбирать, то я очень-очень рада, что я в свое время послушала своего мужа и подготовила портфолио для того, чтобы устроиться на работу в IT-сферу, именно в игровую сферу, потому что вот в этот период сейчас, в период карантина, допустим, за март месяц, больше всего заработали именно игровая сфера, то есть они не потеряли, а наоборот даже приобрели. И я очень рада, что в этот сложный период у меня есть работа, потому что не каждый может похвалиться такой ситуацией. И так как люди сидят дома, а март месяц такой самый был домашний, посмотрим, что еще будет дальше, то заработали в этот период игровые, ну все эти игры, очень много денег. Поэтому, если вы сейчас думаете о том, какую профессию выбирать, как применить, допустим, свои художественные навыки, там отучились или хотите идти учиться куда-то, сейчас об этом думаете, то вот вам мой опыт. В свое время вообще когда-то я хотела стать дизайнером одежды, модельером, потом я поняла, что в моей ситуации это, конечно, ну это очень трудно, для этого нужны большие вложения денег, которых у моих родителей не было. Вот. И потом я, когда пошла учиться в институт, то пошла на книжную графику и думала иллюстрировать книги, мне это очень нравилось, я люблю вообще детские книги с хорошими иллюстрациями. И начала работать в этой сфере и тоже поняла, что вложения денег очень большие в железо, в монитор, для того, чтобы подготавливать для печати рисунки. А отдача очень маленькая. И как бы мне это не нравилось, но так долго работать на энтузиазме я бы не смогла. И поэтому я выбрала для себя то, что мне нравится. Я рисую то, что мне нравится, только для игры теперь. Сюда таких больших вложений, именно в той сфере игровой, в которой я работаю, таких больших вложений не нужно. Но они, даже если бы и нужны были, они окупаются. То есть здесь обычно работают на заграничные компании, которые вовремя выплачивают деньги за работу. И это большой плюс. Поэтому, конечно, хорошо заниматься любимым делом, но даже в этом случае нужно хорошо выбирать вообще, в какой из этих всех сфер, какую-таки выбрать, чтобы не остаться голодным. Потому что я не считаю, что художник должен быть голодным. Нужно получать достойное вознаграждение за свой труд, иначе вы так долго не продержитесь. Но это мой личный опыт. А вы уже там сами решайте, как вам. И, кстати, напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Вообще, может быть, кто-то хочет идти куда-то учиться, есть какие-то вопросы. Мне будет интересно почитать и ответить вам. Ну, а сейчас я уже буду заканчивать красица и будем ехать за телефоном. Я вас возьму обязательно с собой. Первый раз за месяц я выезжаю в город, наконец, и беру вас с собой. Увидимся! Ну что, починили мой телефончик. Все с ним в порядке. Забрала я его. И обратно мы идем уже пешочком. Хотим сесть на автобус уже домой, поехать на автобусе. А я стою как раз напротив станции метро Держпром. Метро закрыто. Я только шла с мужем и говорю, о, так мы же можем на метро проехать. И потом, ой, оно же не работает. Я забыла. Ну, в общем, я еще не совсем вообще привыкла к этой жизни. И особенно я поняла, насколько все изменилось, когда мы выехали в город. Улицы пустые. Особенно я снимала те улицы, когда мы ехали на такси, которые обычно заполнены просто до отказа. То есть это именно самые центральные, где много людей ходит. И сейчас все пусто. Парк пустой. Вообще все. И там стоит полиция. И мы, получается, за время, которое шли по парку, где-то три пары полиции увидели. Они курсируют именно по парку. Ну, проверяют, кто ходит. Но к нам никто не подходил. Мы ходили без маски. И к людям они не подходят. Ну, я лично этого не видела. В общем, такая ситуация. Сейчас едем домой. Уже буду работать, наконец. Наш троллейбус уже пришел. Очень быстро мы сели на троллейбус, не на автобус. Так даже лучше будет добираться. Сейчас поедем по пустому городу домой. Мы только что вернулись домой. По дороге решили, ну, к дому, решили зайти в один магазин, в котором обычно покупаем каждый год сковородку. Ее обновляем для того, чтобы поджарить яичко, там, лук, может быть, зажарку какую-то. Такую самую обыкновенную. И хотели уже, ну, подошли к Касе, чтобы оплачивать. И девушка говорит, скажите ваш номер с телефона. Ну, мы спрашиваем, а зачем? Расплачиваем мы наличкой, не картой. Она говорит, ну, для того, чтобы мы начисляли потом вам бонусы какие-то. У нас бонусная программа. Ну, мы говорим, нам это не нужно. Мы здесь почти ничего не покупаем, только вот там за 185 гривен сковородку каждый год, вот и все. Она говорит, нет, все равно скажите. Ну, мы спрашиваем, ну, зачем? Она говорит, я не смогу вам продать без номера телефона. Ну, она не так, как бы, вежливо сказала. И муж, когда услышал это, и говорит, ну, тогда и не продавайте. И мы ушли. Мне интересно ваше мнение. Ну, вообще, случалось ли вам, ну, с вами такое, когда вы покупали, ну, что-то такое обыкновенное. Я, ну, честно говоря, была в шоке. Нас раньше не спрашивали, не знаю, с чем это связано, такое вот обновление в магазине. Но это очень неприятно было, что я без номера телефона просто не могу купить обычную, вообще самую дешевую сковородку. Я понимаю, если оформляем покупки в интернет-магазине, то я понимаю, зачем я оставляю информацию о себе. А здесь я вообще не понимаю, что происходит и вообще зачем это. Ну, в общем, такая неприятная история. Ну, ничего, я себе заварила вкусный чай, буду пить и рисовать. Так, ну, и давайте я вам немного расскажу, что же я сейчас вообще делаю на данный момент. Вот у меня портрет, кстати, ну, вот этот вот, скоро про него будет видео тоже, я его закончила рисовать. Ну, и вот этого вот парня тоже рисовала, закончила. Потом я рисую сейчас новых персонажей для своей работы. Вот это у меня всё один и тот же персонаж, я его не могу так близко показать, потому что он пока что не в игре, и, ну, так как это не моя личная прям, ну, работа, которую я для себя делаю. Ну, я делала эмоции для этого персонажа. У меня появился мужчина первый, и ему я сделала прическу с Джонни Деппа, а лицо с другого актёра. И также тоже подбираю лица для новых персонажей. У меня будет ещё персонажи, ну, тоже мужчина. Здесь у меня собран модборд для следующего персонажа. Я составила его из, ну, каждый модборд подобрала одного актёра, разные его фотографии. Ну, и я думаю, вы узнаёте, кто это. Я смотрела когда-то этот сериал, и вот подобрала его фотографии с разных положений. И также у меня здесь ещё есть ещё один актёр, тоже известный американский. И будем выбирать вообще из нескольких людей, на которых я буду основываться, потом уже рисуя свой персонаж. То есть либо на вот этом актёре, либо на вот этом, либо у меня здесь ещё есть собран ещё один такой вот чернокожий, темнокожий парень. Может быть, на основе него буду рисовать. Это называется модборд. Я собираю обычно для того, почему с разных сторон, для того, чтобы понимать целостно этого человека, какой он вообще. Потому что когда мы рисуем вживую, но с натуры портрет человека, вообще человека, то обычно мы его видим в 3D, так сказать. Когда эта фотография с одной стороны, то мы видим только одну его сторону и не совсем понимаем, как вообще у него строится его лицо. Для рисования персонажа важно вот эти моменты понимать. Если это был бы просто портрет, то я бы взяла бы его нарисовала без проблем, конечно. Ну, конечно, лучше с натуры, но норм. Но для того, чтобы нарисовать персонажа, если особенно он должен быть очень похож на конкретного человека, то очень важно находить вот так в Пинтересте его разные положения и разные эмоции. Ну, а прямо сейчас я делаю, рисую во флэше, пока немножко приостановила на денечек работу с персонажами и перешла на флэш для нашей другой игры. Делаю тоже такие вот растения, рисую. Я люблю, кстати, мне нравится разнообразие, что могу рисовать как и в растре, так и в векторе. И, кстати, это помогает друг другу, то есть понимание того, как вообще разных эффектов, как можно достичь объема, света в векторе, мне помогает рисовать то же самое и в растре, и немного по-другому смотреть на эти вещи. Поэтому хорошо знать вообще несколько программ, хорошо работать в разных таких вот стилях, чтобы потом улучшать свою работу. И еще я смотрела, очень много, кстати, требуется для работы с персонажами, для того, чтобы устроиться на работу в какой-то такой интересный проект, то нужно еще знать не на 100% хорошо, конечно, но 3D, чтобы понимать вообще, как это строится и ускорять свою работу. И для меня это, кстати, новая цель такая тоже. Но для этого нужно для работы в 3D, для того, чтобы потом рендерить, нужно, конечно, иметь хорошую видеокарту. Вообще я довольно часто, ну, правда, не я, муж этим занимается, довольно часто что-то обновляет в нашей технике, ну, там, в компьютере какие-то, комплектующие. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но вот он этим занимается. И каждый раз, когда я думаю, ну, зачем это нужно было делать, то потом, через какое-то время, я убеждаю, что это действительно нужно было, и было вовремя. Ну, вот, например, когда я себе обновила iPad 2 года назад, у меня был 9,7, и я на нем прекрасно рисовала, и мне казалось, ну, как бы, ну, зачем, ну, меня все устраивает. Муж говорит, ну, давай все-таки купим новый. И когда я купила новый с новым пером, и у него большие отличия с прошлым iPad 9,7, и я почувствовала эту разницу, и действительно, ну, и плюс еще я взяла большего размера, так как оставила предыдущий iPad. И вы знаете, меня так поперло вообще. Я стала рисовать просто каждый день после работы, еще там час-два рисовала, мне настолько понравилось, мне настолько хотелось дальше и дальше на нем работать. И за вот эти вот два года я сделала очень много, больше, чем на том планшете, когда он у меня первый появился. И вообще я развилась очень сильно, то есть у меня большой шаг вперед я сделала за вот эти вот два года. Поэтому иногда вот, ну, лично меня это мотивирует, когда у меня появляется какая-то техника для работы, то я не люблю, чтобы она проставила, я люблю, чтобы она служила, чтобы она приносила мне пользу. Рабочий день закончен, и, как я и говорила, вечером после работы я занимаюсь дома по программе, и сейчас еще поставил ноутбук, подключу на видеосвязь племянницу, будем вместе заниматься спортом дома. Вот так можно себе помогать не терять форму во время карантина. Ну и немного покажу вам, как у меня это все происходит. Занимаюсь я по программе, через приложение нам добавляют тренировки, и вот сегодня все расписано, как делать, и даже видео есть. Я вот так вот себе ставлю на планшете видео и занимаюсь. И сейчас поставила ноутбук с племянницей, созваниваемся, чтобы сделать тренировку, и буду как раз в это время и снимать себя. Мы позанимались очень хорошо, замечательно. Я не все упражнения снимала, но большую часть из них. Где-то час двадцать занимались, племянница довольная, я довольна, и мне было не так скучно. Это такое хорошее подспорье, что можно дома вот так вот себя держать в форме, ну и какая-то физическая активность, потому что, конечно, движений сейчас меньше, то как-то хоть на работу пошел, пришел, или там на велосипеде езжу летом, весной обычно на велосипеде. А так, получается, дома встал, и если без вот этих вот упражнений, то можно вообще забыть, что такое двигаться. Что желаю и вам. Если вам понравились эти упражнения, можете пользоваться. В интернете тоже всего полно, и даже без какого-то там снаряжения можно очень хорошо позаниматься и держать себя в форме. Ну, я сейчас в душ и буду сразу уже монтировать этот влог, чтобы поскорее вы его увидели. Видео я только что закончила монтировать, снимаю буквально последний кадр для него, я уже вставлю и буду рентерить, выставлять видео. Я смонтировала его на следующий день уже после того, как снимала, так как все это делаю я после работы в основном, работаю как обычно, поэтому я очень сильно постаралась, чтобы выложить видео поскорее после съемок. Для меня это действительно большой труд, потому что на монтаж уходит много времени, а я его делаю после работы. Ну, а если вам понравилось видео, было чем-то, может быть, полезным или подняло вам настроение, то пишите мне обязательно в комментариях, мне будет очень приятно и будет мотивировать меня снимать и дальше. Ну, а вы подписывайтесь на канал, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски и скоро я выложу видео про то, как я рисовала портрет, который я вам показывала в этом видео.